Здравствуйте! Вы смотрите наши новости на телеканале ИТВ. Какими событиями запомнился сегодняшний день, я расскажу вам прямо сейчас. Навести порядок в селе, побороть бюрократию, модернизировать медучреждения. Глава республики озвучил первоочередные задачи новому министру здравоохранения. Главный вопрос – доступность, отсутствие узких специалистов, время ожидания, в данном случае, поликлиника. На базе пещеры Таврида планируют создать музейный комплекс, что нашли ученые во время строительства трассы. Большинство костей погрызено, поцарапано, то есть целых скелетов там не найти, это все... Следующий год в России станет годом памяти и славы. Он будет приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Такой указ подписал президент Владимир Путин. Документ вступил в силу со дня подписания. Организации проведения торжественных мероприятий возложены на Российский Оргкомитет Победа. Ранее глава государства на церемонии получения верительных грамот у иностранных послов рассказал о подготовке празднования юбилея Победы над фашизмом. Уже создан специальный комитет, а также сформировано 16 рабочих групп, занимающихся разными направлениями организации. Кабмин взял на себя обязательства в месячный срок разработать и утвердить основной план. Региональным властям также рекомендовано проводить памятные торжества. Российский лидер назвал необходимым сохранить память об одном из величайших для страны и всего мира событий прошлого столетия. На юбилей Победы в Москву Владимир Путин пригласил лидеров США и Франции. И если американский президент Дональд Трамп взял время на раздумья, то его французский коллега Эммануиль Макрон ответил немедленным согласием посетить столицу следующей весной. В Крыму назначен новый министр здравоохранения. Им стал Игорь Чемоданов, ранее возглавлявший Центр крови. Соответствующий указ главы республики размещен на официальном портале правительства. Напомним, должность с формулировкой по состоянию здоровья во вторник освободил Александр Галенко, работавший министром почти 4 года. Сменщик руководителя здравоохранения уже приступил к работе, получив от Сергея Аксенова задачи, требующие немедленного выполнения. Указ о назначении нового министра здравоохранения был опубликован на сайте правительства утром. И уже сегодня экс-руководитель Центра крови Игорь Чемоданов был представлен в новом амплуа коллективу Крымского Минздрава. Министр ознакомился и с первоочередными задачами. Главное – продолжать стратегическое направление, выбранное предшественником Чемоданова. Думаю, что у нас в любом случае и продолжится линия, которая была Александром Ивановичем Галенко, то есть начата в данном случае по модернизации учреждения здравоохранения. Но, конечно, главный вопрос – доступность, отсутствие узких специалистов, время ожидания в данном случае в поликлиниках, в первую очередь, наших пациентов. Еще одна задача, которую необходимо выполнить новому руководству министерства – поднятие уровня медицинского обслуживания в сельской местности, где по-прежнему не хватает специалистов медицинских учреждений и современного оборудования. То есть надо исключить максимум бюрокритических цепочек, максимум ненужных поездок, особенно в сельской местности. То есть тогда получается так, что мы нивелируем, условно говоря, эту саму норму, поскольку получается, чтобы в конце получить на выходе льготное лекарство стоимостью 100 рублей, надо 500 затратить на переезды и кучу времени. Ну и, конечно, все это превращается в определенные испытания, особенно если человек болен. Новоназначенный министр поблагодарил руководство республики за кредит доверия и обратился с напутствием к подопечным. На перспективу, наверное, говорить не стоит. Нужно доказывать это делами. Коллективу хотел бы сказать, уважаемые коллеги, друзья, от нас зависит то, что будет делаться внизу. Внизу, я имею в виду на полях, непосредственно исполнителями. От каждой нашей, возможно, неправильной цифры или буквы в итоге будет зависеть здоровье, жизнь наших крымчан и наших гостей. Новый министр здравоохранения Крыма в 1998 году окончил местный медуниверситет имени Георгиевского. Игорь Чемоданов – врач высшей категории. Его предшественник Александр Галенко был уволен с занимаемой должности по состоянию здоровья. Он руководил министерством с сентября 2015 года. Тарас Брезицкий, Служба новостей и ТВ. Древние животные, уникальные минералы и неисследованные пещеры. Около года назад одно из важнейших открытий в истории Крыма сделали строители федеральной трассы Таврида. Прокладывая дорогу, они обнаружили пещеру, которая миллион лет была скрыта от людей. При предварительных исследованиях спелеологи нашли множество костей доисторических животных. О первых результатах работы и о планах на пещеру Таврида ученые рассказали на пресс-конференции в Симферополе. Подробности у Яны Ветренюк. Доисторические животные, которых обнаружили под поселком Зуя, обитали в Крыму около миллиона лет назад до нашей эры. Это невероятно ценная находка для современного Крыма. Ведь ранее на полуострове был саванный климат. В пещере находится целый склад костей животных. Среди останков ученые предварительно смогли выделить несколько представителей мастодонтов. Винторогих, баранов, гигантских оленей не только. Ученые предполагают, что кости скопили хищники. Саблезубые кошки, гиены и волки, которые приносили добычу в логово. Большинство костей погрызено, поцарапано. То есть целых скелетов там не найти. Это все пищевые остатки от пиршества этих древних хищников. Ну и когда этот процесс происходил, вот полтора-два миллиона лет назад. То есть возраст пауны такой. Пока что мы не делали точного радиоуглеродного или радиохимического анализа. Поэтому у нас есть диапазон такой некоторый. Таких пещер, которые обнаружили ученые в России практически нет. Древнейшие находки, сделанные ранее, были не старше 600 тысяч лет. Возраст этой пещеры в три раза больше. А время ее образования 5-7 миллионов лет назад. Потом пещеру начали заселять разные животные. Их останки похожи на современных обитателей африканской саванны. Слонов, носорогов, страусов и верблюдов. Когда это накопление костей с помощью хищников закончилось, то после этого наступил уже этап похолодания в нашей истории нашей планеты. И предположительно около миллиона лет назад закрылся естественный вход пещеры. То есть началось накопление вот этих вот субглициальных, как их называют, осадков. То есть тех осадочных тоныш, которые закрыли этот вход и закупорили пещеру на долгие годы. Пока ученые систематических раскопок не проводили. Очень много еще предстоит открыть. Из тех материалов, что удалось собрать, описали 20 видов млекопитающих и еще 6 птиц. В будущем на территории пещеры планируется создать экскурсионный маршрут протяженностью 400 метров. Там ученые применят самые современные музейные технологии. Это будет ландшафтный парк, который организован на поверхности. Здесь будет обязательно палеонтологический музей, который будет рассказывать нам о тех артефактах, найденных в пещере, о тех животных, которые здесь обитали. Но будет, естественно, сделан в доступной форме для туристов. Основная категория, это, конечно, посетители с детьми, это семьи. Это основная категория туристов, которые едут к нам в Крым. Ученым предстоит еще много работы – исследовать оставшиеся пещеры, останки животных и минералы. В будущем тот музейный комплекс, который будет создан, привлечет внимание туристов. Там будут представлены реконструкции древних животных и их голограммы. Ученые планируют, что первые туристы смогут своими глазами увидеть доисторическое наследие уже к 2021 году. В полном объеме новый туристический объект заработать через 4-5 лет. Яна Витринюк, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ. Оплатить вовремя и не остаться в долгах. Судебные приставы продолжают навещать симферопольцев, чтобы напомнить им о существующих неуплатах по коммунальным платежам. Сегодня пристальное внимание ФССП сосредоточено на тех, кто вовремя не оплачивал коммунальные услуги. При помощи базы данных, производственных дел, люди в форме взыскивают задолженность. Подробнее в нашем следующем сюжете. Должникам со стажем встречи с судебными приставами не избежать. Сегодня к симферопольцам, которые осознанно не оплачивают коммунальные услуги, наведались гости в форме. Ко всем, кто долгое время оплату счетов откладывал в долгий ящик, управляющая компания «Жилсервис» совместно с судебными исполнителями приехала с визитом. При этом каждая неуплата разбирается в отдельном порядке. В некоторых случаях причина задержки – длительная обработка банковских операций. Судебный пристав беспокоит вашего района города Симферополя. Смотрите, у нас поступил судебный приказ о взыскании с вас в пользу «Жилсервиса». 13 тысяч. Погашина у вас задолженность. Вот так просто при помощи гаджетов владелец квартиры отправил квитанцию об оплате исполнителю. В свою очередь управляющая компания ее проверила. Претензий к этим жителям теперь нет. Такие рейды у судебных приставов проводятся почти каждый день в рабочем порядке. Люди в форме наведываются к тем, кто забыл или не захотел свести счеты по долговым квитанциям. Проходят рейдовые мероприятия непосредственно с муниципальным монетарным предприятием «Жилсервис». В рамках рейдовых мероприятий нами осуществлен выезд по адресу, где выяснено о том, что должником задолженность погашена в полном объеме. Где непосредственно в телефонном режиме представители «Жилсервиса» созвонили с абонентским отделом и предоставлено письмо о том, что задолженность погашена. На основании этого письма мы закроем исполнительное производство в связи с фактическим исполнением. Если в момент визита исполнителей должника не оказывается дома, приставы оставляют повестку. После этого через некоторое время посетят недобросовестного плательщика повторно. Анна Беляева, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ. Мы продолжаем эфир. Смотрите во второй части выпуска. Только с начала года на строящейся трассе Таврида зафиксировано 19 погибших и около полутора сотен травмированных. Основная причина – человеческий фактор. На участке автодороги Таврида за 6 месяцев было зарегистрировано 78 дорожно-транспортных происшествий. Праздник сладкоежек. Во всем мире отмечают День шоколада. Любят ли крымчане это лакомство и какое предпочитают больше? Да, люблю шоколад. Кушаю черный в основном. В прошлом выпуске мы рассказывали о крымских соснах, которые вырубили в Симферополе в районе Марина. Сегодня неравнодушные горожане снова обратились в нашу редакцию с просьбой о помощи и сообщили, что на месте начала работать строительная техника. Группа выехала на улицу Родниковую. Строительная техника действительно работала, правда новых срубленных сосен не было. По приезду на месте журналисты встретили представителя владельца участка. Так сам представился мужчина. Удалось посмотреть и документы, которые подтверждают право собственности на землю и тот факт, что деревья, находящиеся на территории владельца, оплачены. Правда, было это сделано еще при Украине. Однако показать документы на камеру, а также прокомментировать свою правоту, молодой человек отказался. Тем временем местные жители собираются обратиться к президенту России Владимиру Путину и главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой о помощи. Насколько законы и документы, которые мы увидели, сегодня вне камеры, покажет проверка ответственных за это ведомств МВД, а также Министерство экологии и природных ресурсов. Напомним, наша съемочная группа обратилась в Министерство и в администрацию Симферополя с официальными запросами. На ответ у ведомств остается меньше недели. За развитием ситуации следите в наших следующих выпусках. Все чаще в СМИ и социальных сетях появляются сообщения о новых ДТП, настроящихся в федеральной трассе Таврида. Только с начала года там пострадало около 150 человек и погибло 19. Мы решили выяснить, в чем кроется причина такой аварийности на новой дороге. Своё мнение высказали руководители регионального ГИБДД, председатели общественного совета при Минтрансе и сами жители республики. В вопросе разбирался Никита Егоров. Чуть больше полугода прошло с того дня, как первая очередь федеральной трассы Таврида была принята в эксплуатацию, и по ней поехали первые автомобили. Даже этого небольшого срока хватило для того, чтобы люди нарекли новое направление – дорогой смерти. Жуткое название подтверждает и официальная сводка ГИБДД. На территории нашей обслуживания, именно на участке автодороги Таврида, за 6 месяцев было зарегистрировано 78 дорожно-транспортных происшествий, при которых 19 человек погибло и 134 было травмировано. Чаще всего на автодороге Таврида случается дорожно-транспортное происшествие из-за выезда на встречную полосу и из-за того, что зачастую у нас водители по неизвестным причинам съезжают с автодороги. То есть либо это усталость, либо невнимательность своего водителя. С мнением правоохранительных органов согласны местные жители и туристы, которые приехали в Крым по новой трассе. Главная причина аварийности, по их мнению, заключается именно в нарушении ПДД. С чем можете связать аварийность такую на трассе? Скоростной режим, наверное. То есть то, что нарушает правила дорожного движения, да? Да, да. Люди ездить не умеют. Идиота всегда хватало, и хватать и будет. Особенно те, которые получили зарплату, купили жигули за 20 тысяч. Я еду 120, и они меня обгоняют. Нельзя забывать и об усталости в пути. Почти на 100 километрах открытой трассы практически нет места для отдыха. Выйти из автомобиля, размять ноги и хоть немного расслабиться негде. Утомляет и скоростной режим. Не более 60 километров в час. Обусловлен он тем, что рабочие еще не закончили строить трассу. Когда едешь на то же море, ни одной строительной техники, знак стоит 60 километров в час, и приходится 75 ехать, чтобы никто тебя не сфотографировал, где-то на повороте. Там, скорее всего, из-за того, что дорога там, она переходит сначала в новую, потом в старую. Вот эти все моменты. То есть из-за того, что просто она еще пока не закончена, да? Ну, да. Пока нормально, пока она в работе идет. Ну, посмотрим, когда это все закончится, как будет. А так нормально, вроде бы, хорошо, хорошая трасса. В поисках главной причины высокой аварийности мы обратились и в общественный совет при региональном Минтрансе. Там подтвердили мнение некоторых водителей. Таврида еще не достроена, а значит, двигаться по ней нужно с особой бдительностью. Таврида на сегодняшний день – это незаконченный объект, невведенный в эксплуатацию. То есть это еще не есть дорога, в том смысле, в котором мы привыкли ее представлять. Таврида на сегодняшний день – это строительная площадка. С учетом этого главным способом уберечь себя как в ГИБДД, так и в общественном совете считают соблюдение правил дорожного движения. Помогут также бдительность и спокойствие за рулем. Неопытным и уставшим водителям стоит прислушаться к еще одному совету – пользоваться дублирующими дорогами. Та же старая дорога, она в нормальном состоянии, по ней можно легко и просто передвигаться. Есть какие-то элементы придорожного сервиса и автозаправочной станции. Наиболее надежным способом обеспечить безопасность себе, своим близким и другим водителям можно считать соблюдение всех трех советов – двигаться по дублирующим дорогам, соблюдать правила и не нервничать. Есть и золотое правило, которое не описано ни в одном из учебников – дай дорогу дураку. Если вы видите, что другие автомобилисты ведут себя агрессивно и постоянно нарушают ПДД, уступите. Это может спасти жизни многим участникам движения. И счастливой вам дороги. Более трех тысяч детей, которые пострадали при паводке в Иркутской области, поедут отдыхать в санаторно-оздоровительные комплексы и лагеря Подмосковья, Ставропольского края, Самарской области, а также Крыма. Организация отдыха для детей идет по поручению президента России Владимира Путина. Предусмотрено более трех тысяч путевок на основании заявлений от родителей. Большая часть из них распределяется между детьми из города Тулун, Тайшетского и Нижнеудинского районов. Напомним, в конце июня зона потопления охватила более сотни населенных пунктов Иркутской области. Пострадало более 10 тысяч жилых домов, почти 500 человек попали в больницы, погибло 25, без вести пропавших – 11. 11 июля весь мир отмечает День шоколада. Праздник придумали и впервые провели в 1995 году французы, которые являются большими поклонниками этого лакомства. Как появился шоколад, какой именно предпочитают крымчане и что рекомендуют специалисты? Ответы на эти вопросы узнавала Мария Моссур. История шоколада начинается еще задолго до нашего времени. Вместо привычного для нас названия «шоколад» раньше употреблялась горькая вода. Все дело в том, что аборигены смешивали какао со жгучим перцем и зернами сахарной кукурузы. Взбивали на воде до появления пены и пили только тогда, когда напиток начинал бродить. Примечательно, что употребляли горькую воду только лишь вожди. Такие же правила были у древних ацтеков и племени майя. В Средневековье десерт был в буквальном смысле на вес золота из-за высоких налогов и трудностей производства. Сегодня же, когда на полках магазинов продается шоколад на любой вкус, крымчане отдают предпочтение горькому вместо молочного. «Черный, совершенно черный, самый черный на свете». «Да, люблю шоколад. Кушаю черный в основном». «Любим молочный и горький». «Люблю шоколад черный, молочный, белый. Больше черный молочный». Шоколад – уникальный продукт. Его можно с удовольствием уплетать за обе щеки и можно порадовать друга в виде угощения. Шоколадные фигуры могут служить не только прекрасным подарком, но и украшением для дома. Однако среди опрошенных нашей съемочной группой симферопольцев нашлись и те, кто вообще старается не включать шоколад в свой рацион. Относится к нему равнодушно. «Сладкое не ем, я не люблю». «Шоколад – это калорий. Иногда молочный, но вообще стараюсь не употреблять особо». Для взрослого человека норма шоколадной продукции – от 25 до 50 грамм в сутки. Детям до трех лет есть продукты, содержащие какао, не рекомендуется. Специалисты рекомендуют употреблять черный шоколад, в котором содержание какао-бобов не ниже 70%. Делать это лучше в первой половине дня. Подтверждают знатоки и тот факт, что лакомство помогает улучшить настроение. «Шоколад содержит стимулирующие вещества и способствует выработке наших внутренних эндорфинов. Но, опять же, это именно тогда, когда доза не превышена. То есть съесть конфету шоколадную можно, особенно если это плитка качественного шоколада для взрослых, именно для взрослых людей, темного. То есть он взбодрит и поднимет настроение. То это вполне возможно». Немного интересных фактов о шоколаде в цифрах. Продолжительность жизни шоколадных деревьев – 200 лет. Из них всего 25 они плодоносят. В мире существует 300 разновидностей какао-бобов и 400 различных ароматов. Самую большую плитку шоколада изготовили англичане. Ее вес составил почти 6 тонн. Мария Моссур, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова